Как я уже говорила, мой муж сегодня уезжает. Сейчас спросим, куда уезжаешь? Я все время забываю. В Ардхах. В Ардхах там один из медицинских университет. Там у нас три дня в Арксок. И государство нам поселяет. Это обязательно, значит, я не пошел. А что, какой смысл от этого туда ехать? Чтобы мы могли еще хорошо учить детям, понимаешь? Повышение квалификации, наверное. Повышение квалификации. Спешим, спешим. Опаздываем, конечно. Там же тоже мы едем на поезде. По платформе надо еще бегать с вещами. А у мужа, посмотрите, на три дня уезжает. Вещей набрал целую кучу. Поэтому мы еще не знаем, на какой платформе будет поезд. Довезу мужа. Потом еще мне нужно вернуться, отвезти Яночку тоже на дополнительные занятия. В 6.30 у нее уже занятия будут. Все, давай. Я же с тобой еду. Я твой водитель. Я водитель, я с тобой. А знаете, почему он меня здесь поцеловал обнять? Там же мы, конечно, на превселюдно не сможем это сделать. Поэтому дома, конечно же, приходится обниматься и целоваться. Ну, это Индия, товарищи, как вы хотели. Муж, ну, а что так всегда опаздываешь, я не пойму. Я не пойму. Вита, у нас до... По госпиталям, что бегал так долго? Вита, надо же работать. Ну, с завтрашнего дня я все равно уже не буду. Ну, все равно, сегодня-то надо все сделать. Вита. Если завтра не будет, то сегодня все. Да, то можно сказать, сегодня-то. Посмотреть вчера ночью тоже ДХ смотрел, блин. Виталий, виталий, виталий. Виталий, 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 виталий. Вот видите, какая тут доктора жизнь. Надо уезжать, но сегодня надо полностью выполнить план, посмотреть всех больных, всех умирающих, всех серьезных, чтобы всех спасти и только потом уже уехать. Муж так переживает о том, что что-то забыл. Я говорю, да ничего страшного, на три дня едешь, даже если что-то мелочь какую-то забыл, переживешь или пройдешь. Мелочь нужно понимать. Ну, купишь, купишь. Ничего там страшного нету. Ой, как водят джигиты. Так, аккуратно, муж. Когда спешишь, люди спеши. Да там все, все продают сейчас поездах. Сейчас люди хотят зарабатывать, поэтому продают в поездах все. Все можно купить абсолютно. От мыла до рыбной пасты, до... Ну, что, и тебе бумажные салфетки, и все, что хочешь. Если хочешь, вот у меня есть здесь в машине вот эти мокрые салфетки. Нет? Ну смотри. Могу мокрые тебе предложить. Сухих не давала. Да ничего. Да ничего. Все там будет. Все там будет. Бери. 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 Поэтому в этом городе спиртные не продаются. Сухой город. Драй-сити. И наши мальчики расстроены, поэтому надо забирать отсюда бутылки. Сейчас буду покупать. Ну, потому что, конечно же, днем они будут обучать студентов, а вечером... Нет. Сейчас не будем. Они нам будут давать лекции, да? А, они вам будут лекции, да? Другой человек, да? Чтобы мы могли хорошо потом взять... А, так это вас будут обучать. И потом мы будем обучать. Вас будут обучать, как обучать. И потом мы будем обучать, как обучать. А, понятно. Ясно. Ну, в общем, повышение квалификации. Когда приедет муж расскажет, что там было и как там... Ой, это и скучно вообще. Это такое скучно. Конечно, скучно. Едешь по работе. По работе. По работе. Алло. Смотрите, вот он магазин. Женщины возле таких магазинов даже и не стоят, потому что это считается очень неприлично в Индии. Поэтому обычно Раджеш подальше останавливает. Ну, сейчас он спешит, прям напротив меня поставил. Но обычно он прям меня куда-то вот подальше, метров на 50, что меня даже и близко не было видно. Если честно, муж едет совершенно без настроения. Он говорит, будет очень скучное обучение. То есть будут просто нас обучать, как нам быть, как преподавать. Говорит, там такая терминология и такой скучный курс. Говорит, что даже я ничего не понимаю. Говорит, потому что я всю жизнь был доктором и учился только на это. Говорит, мне придется пройти, так как он еще и работает в колледже. Сейчас на данный момент он ассистент профессора. И когда он будет уже идти на повышение, когда он будет уже профессором становиться, он говорит, вот это все засчитывается обязательно. То есть его вот эти вот все курсы, повышение квалификации. Поэтому обязательно придется ехать. То есть отказываться нельзя. Видите, что здесь творится? Возле железнодорожного вокзала. Просто шеренга из машин и узкая дорога. Поэтому я налево не еду, я еду направо. И проехать вообще нереально, честно вам скажу. Я сейчас тут застряну минимум на полчаса. Поэтому я и говорила мужу, давай, короче, побыстрее выезжать. Вы посмотрите, что здесь творится. Гляньте. В эту сторону полностью от машины и в эту сторону. Гляньте. Вот. Вот так вот. Все забито полностью. Мотоциклы, рикши, вот все, что хочешь. Гляньте. Ну, сейчас будем как-то выбираться. Хотя мой муж уезжает только на три дня, но у него всегда много вещей. Во-первых, сезон дождей, а во-вторых, он всегда ходит в тренажерный зал, где бы он ни был. Поэтому он забирает с собой всегда свои любимые тренажерные кроссовки и одежду, чтобы переодеться. Ну, здесь он делится с вами, решил немножко заснять тренажерный зал. Здесь Рожожделица фотографиями. Это его коллеги. Приехала группа из пяти человек. Всех посылают группами. Причем участников группе назначают сам колледж. Попывав в этом известном городе, нельзя было не посетить музея и ашрама имени Махатма Ганди. Снимать было запрещено, но мужу удалось кое-что заснять, потому что это очень известное место. Это музей имени Махатма Ганди. Город Варда, хоть и небольшой, но очень известный, расположенный недалеко от географического центра. Индии в штате Махараштра. Варда славится многими социальными реформами. Махатма Ганди построил свой последний ашрам в этом городе. Люди, которые живут в ашраме, называют себя йогами. Город был важен в движении за национальную свободу. Город был важен в движении за национальную свободу и ашрам позже был штаб-квартирой учеников и последователей Ганди. Жители ашрама выполняют духовные практики, физические упражнения и различные формы йоги. А еще город Варда называют сухим, потому что алкоголь там запрещен. Для тех, кто не знает, кто такой Махатма Ганди, я хочу вам немножко рассказать, какой вклад он внес. Мохандас Карамчан Ганди более известен миру как Махатма Ганди, индийский общественный деятель и политик. Он является одним из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Является автором философии Сатьяграху ненасильственной борьбы. В основе учения Ганди лежит принцип ненасильственного сопротивления, который подразумевает отказ от сотрудничества с несправедливой властью, нарушение противоречащих морали законов и готовность терпеть страдания за свою позицию, не отвечая насилием на насилие. В борьбе за свою позицию Ганди и его сторонники объявляли часто голодовки. Их голодание длилось от 46 до 73 дней без медицинской поддержки. Ганди за его действия часто сажали в тюрьму, иногда на годы, но он достиг цели в 1947 году, когда Индия обрела независимость от Британии. Из большого уважения к нему сейчас его называют Махатмой, что означает «великая душа». Поводом к убийству Махатмы Ганди стало его сопротивление разделению Британской Индии на, собственно, Индийскую Республику и Пакистан. Так, в частности, именно Ганди настоял на том, чтобы Индия выплатила пакистанскому правительству 550 миллионов рупий, как то предусматривало соглашение о разделении. Центральная идея Гандизма – идеал Ахимсы, проявляющийся в непричинении вреда живым существам и абсолютном ненасилии. Основные принципы достижения независимости мирным ненасильственными средствами путем вовлечения в борьбу с широких народных масс. Не судите строго, это видео снято моим мужем. Просто хотелось с вами поделиться. Зрители часто спрашивают меня на канале о том, что вы никогда не показываете никаких музеев, выставок. Поэтому подходящий случай был именно показать вам очень известное историческое место. Город очень спокойный и чистый. Он известен именно своими духовными практиками, поэтому особых развлечений как бы в городе нет. Как я уже сказала, это сухой город, безалкогольный город. Поэтому никакие вот такие ночные заведения, дискотеки, бары там, там их просто нет. Ну, муж со своими вот коллегами сходили они еще в ресторан в конце этого видео, досмотрите его обязательно до конца, покажет вам этот ресторан с очень красивым видом на ночной город. И я очень люблю школу. В��цах в ресторан с очень красивым видом на ночной городе. а 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